Привет, друзья! Как обещал, немножко про брожение расскажу сегодня. Извините, все некогда, некогда. Дел много. Карантин, шмарантин. Поэтому, ну, сейчас вот немножко собрался с силами. Рассмотрим немножко лагерное брожение. Их бывает несколько видов, стилей. Холодное брожение, холодное созревание. Теплое брожение, холодное созревание. Холодное брожение, созревание. В ЦКТ холодное брожение, теплое созревание. Еще есть созревание под давлением, созревание, там, брожение программируемое. Ну, очень много всяких брожений. Вот, элевое брожение вообще отдельно получается, потому что тут низкие температуры, там, высокие температуры. Вот, ну, рассмотрим самые основные. Холодное брожение, холодное созревание. Вот эта вот шкала, это температурная, это сутки. Получается, вот эта вот сплошная линия графика, это температура брожения. Точечки непрерывистые, это экстракт. Ну, вот у нас 12%, 12% начальной плотности. Вот, и прерывистые линии, это образование диацетила. Диацетил в лагерах, ну, и вообще в пиве, это, как бы, маркер показания качества пива. Там много других букетов, много других, там, высших спиртов, которые влияют на аромат, вкус пива. Ну, вот диацетил, как бы, он, как маркер получается. То есть, если диацетил в пиве, то это уже зашквар. Если диацетил расщепился, то есть его нету, значит и другие всякие ненужные ароматические соединения тоже разложились. И вот, когда в молодом пиве дрожжи, вот это вот, после вторички, там, подъедают вот эти вот диацетил, и когда перестает чувствоваться, пиво приобретает свой нормальный вкус, запах, цвет, тогда можно считать, что пиво уже созрело и готово к употреблению. И вот эта вот приливистая линия, это показания диацетила. То есть, вот мы засыпаем дрожжи при 6 градусах, холодное ображение, и даем подняться где-то до 8-9 градусов. Останавливаем на этом, то есть прижимаем температуру, оно бродит где-то неделю. Где-то неделю пиво бродит. За это время максимально начинает, то есть вот дрожжи начинают жрать экстракт, они быстро-быстро, все это, экстрактивность падает, и в то же время начинает бурно расти диацетил. И потом на вторичку, то есть медленно, самое главное медленно дрожжи охлаждать. При резком охлаждении они могут впасть в спячку, шок осесть, может брожение вообще остановиться, может затянуться очень сильно, поэтому охлаждать надо очень медленно, 1-2 градуса в сутки. То есть вот начинаем мы охлаждать потихонечку, и за это время вместе с охлаждением дрожжи начинают подъедать весь этот диацетил. И вот первая неделя у нас первичка, грубо говоря, бурное брожение и бурное разбрасывание всяких гадостей диацетилов, а потом на вторичке. Это все начинают дрожжи за собой убирать, вычищать, и где-то уже через 2 недели у нас уже практически хорошее пиво. Но после этого надо еще выдержать где-то неделю, чтобы дрожжи максимально осели при низкой температуре. То есть температуру надо понижать минус 1-2 градуса, и тогда дрожжи замерзают. При охлаждении мы достигаем несколько целей. То есть дрожжи засыпают и осаждаются, мы их начинаем активно убирать. Чем ниже температура, тем лучше растворяется углекислый газ в жидкости, в пиве, и так называемая стабилизация происходит. То есть он не выделяется бурно при открытии бутылки. То есть нет вот этого пожарного огнетушителя, пожарного эффекта, когда открываешь, гашинг пошел. Поэтому при выдержке при холодной температуре углекислый газ хорошо растворяется в жидкости и не выделяется бурным извержением. И в это время снимаем дрожжи. Кстати, я тут показал стрелочками, когда надо снимать дрожжи. Дрожжи желательно снимать в течение всего брожения, доброживания. Но когда доброживание осаждения, чаще надо снимать. Потому что, когда дрожжи мертвые накапливаются, большим слоем они начинают, так называемый автолиз, то есть они начинают разлагаться. Появляется неприятный запах, такой гнилостный, выделяются азотистые вещества, повышается там PH, то есть пиво на запах и на вкус становится очень нехорошим, непригодным. Поэтому первый слив у нас происходит после первички небольшой. Первые, скажем так, первые мертвые дрожжи. И потом, когда уже мы практически температуру опустили, дрожжи начинают засыпать и осаждаться. По мере осаждения, то есть через двое суток примерно, мы сливаем, 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 сливаем потихонечку дрожжи, для того, чтобы они не портили наш вкус пива. И вот за эту неделю, то есть у нас идет неделя первички, неделя вторички и неделя стабилизации. Вот за эту третью неделю стабилизации удаляем дрожжи, насыщаем пиво углекислым газом, стабилизируем его, осветляем и через примерно три недели, то есть 20-21 день лагер стандартный 11-12 процентов начальной плотности у нас уже готов к употреблению. Меня спрашивают, нужна ли вторичка? Вторичка обязательно нужна. Как бы первичное брожение, это идет, то есть дрожжи начинают жрать. Простым языком, жрать и гадить всем, чем угодно. Диацетилы, там всякие сернистые соединения. То есть получается, в первичке при бурном брожении дрожжи едят и гадят, на вторичке они за собой убирают и как бы вычищают. То же самое идет теплое брожение, то есть мы поднимаем температуру до 12 градусов, даем подняться температуре до 12 градусов, но чем выше температура брожения, тем больше образуется диацетила. Просто вот начинает зашкаливать диацетил. Но дрожжи активнее и активнее за собой же убирают. поэтому получается, что вот тоже самое экстракт у нас резко падает. Диацетил резко вверх идет, очень мощно, но также резко, не так медленно они за собой убирают. Ниже температура, ниже активность дрожжей. Выше температура, выше активность дрожжей и выше, то есть с уменьшением экстракта они начинают весь этот диацетил мощно убирать за собой. То есть здесь идет вот при 12 температурах сбаживание практически уже полностью происходит. Диацетил в этой фазе, то есть тоже полностью расщепился, поэтому можно уже охлаждать, резко делать охлаждение и выдерживать температуру минусовую для сбора дрожжей и насыщения углекислым газом, стабилизации углекислого газа. Здесь то же самое. Первый небольшой сброс через неделю, через 8 дней, 9, где-то идет дрожжи уже практически нечего есть, основная масса начинает скапливаться в конусе, можно сливать и после резкого охлаждения уже массово идет осаждение дрожжей и тоже их надо сливать. Поэтому здесь вот такая вот схема. Холодное брожение с созреванием в ЦКТ. Ну, это все по кунце, как бы изначально чисто чешское, немецкое школо брожения, она же идет, первичка идет в открытых танках, открытое брожение, то есть без крышек, в огромных ваннах таких бродит, потом это все на вторичку переливают уже в ЦКТ, которые стоят в огромных холодильниках, скажем, с температурой, с низкой. Они перекачивают туда и оно уже дображивает там. То есть, это такой двухтанковый метод созревания. Ну, сейчас в условиях современных ЦКТ, цилиндроконических танков, сейчас можно сделать все в одном ЦКТ, то есть, заливаем, оно бродит, понижаем температуру, сливаем же дрожжи, шпунтуем, оно там карбонизируется и дозревает. Потом с этого же ЦКТ все это разливаем. Ну, вот схема для созревания в ЦКТ, то есть, холодное брожение то же самое, в 6 градусов засыпаем дрожжи, они разбраживаются до 8-9 градусов и начинают бродить. Экстракт падает, диацетил быстренько растет. На высшей фазе диацетила где-то через неделю шпунт это примерно получается где-то 50% сбраживаемого экстракта. То есть, получается 12% но где-то ну, грубо говоря, 6-5-6% остается экстракта, шпунтуем, дрожжи создают давление и при давлении у них как бы они сами себя прижимают этим давлением и не так сильно производят диацетил. Но тот, что они произвели, они уже начинают активно утилизировать. Поэтому при этой температуре выдерживаем 2 недели практически. Диацетил в этой фазе уже полностью расщеплен, новый не выделяется, экстракт полностью съеден сколько нам надо. Все, и опять понижаем температуру минус один, минус два градуса и активно сливаем дрожжи и насыщаем пиво. Осветляется пиво, сливаем дрожжи, насыщается углекислым газом, то же самое происходит. Все схемы примерно по степени по дням созревания одинаковы. Примерно 20-21 сутки пиво среднее 11-12 процентов плотности у нас готово. Ну, еще один стиль брожения холодное брожение теплое созревание. Тут немножечко такая схема идет. Тоже при 6 градусах засыпаем дрожжи, они разбраживаются и у нас где-то до 9-10 градусов начинается фаза активного брожения, дрожжи начинают гнать диацетил мощный и где-то 50% экстракта остается, где-то 5-6 процентов температуру выключают и дрожжи начинают активно при активном брожении дрожжи выделяют большое количество тепловой энергии, поэтому они сами свое сусло разогревают и чем больше разогревают тем больше активничают тем больше выделяют всякой гадости но так как у них уже экстракта осталось мало фазу диацетила они скажем догнали по максимуму они начинают этот диацетил удалять и при повышенной температуре то есть даем выгнать температуру до 12 градусов теплая такая скажем для лагера теплая температура и чем выше температура тем активнее они утилизируют этот диацетил то есть они выделяют его меньше уже намного но утилизируют быстрее получается 2 недели вот то же самое неделя первички неделя теплая вторички идет для максимального удаления диацетила через 2 недели то же самое резкое охлаждение и выдержка стабилизация слив дрожжей осветление пива все через 3 недели пиво у нас лагерное готово кто хочет делать хорошие лагеры тому надо обязательно контроль температуры при брожении обязательно без контроля температуры то есть понадеявшись ну вот в комнате такая в погребе такая ну может получиться может не получиться то есть чтобы получилось стабильное качество обязательно нужен контроль температуры ну и соответственно цкт надо поэтому у кого есть цкт можно тот тот стиль брожения использовать но обязательно с четким контролем температуры разбрасывается сусло ну и вечером того же дня смотрим что у нас дрожжики всплыли сверху образовали такую корочку эту дрожжевую корочку рекомендую как бы собирать аккуратненько и удалять но я не рискую все-таки залазить туда может инфицироваться мало ли короче не делаю ну что три дня уже четвертый наше цкт первое бродит что там у нас вот такой вот так красивый архипелаг дрожжевой у нас было у нас было 11 начальная плотность сейчас 5 6 7 8 ну 8 с половиной 8 с половиной еще пускай пару дней добродит запах такой еще медом каким-то маслом ну у кого как диацетильный такой запах самая самая большая концентрация диацетила вот на первичке дрожжи его массово производят а потом на вторичке уже потихонечку доедают утилизируют и этот запах исчезает вот в нормальном лагере диацетила вообще не должно быть ну сейчас прям такой ну у кого у кого медовым ассоциация вызывает у кого таким масляным запах но он явно присутствует такого молодого бродящего пива ну у нас уже 6 процентов на шестой на шестые сутки практически выбродило уже пахнет приятней таким молодым пивом но еще есть остатки диацетила но уже так что-то похожее температура первички у нас была 11,6 до 12 градусов задраиваем люки люк как и колесо крест-накрест затягиваем чтобы равномерно было настраиваем шпунт аппарат на самый минимум чтобы стравливать излишки газа вот так работает шпунт аппарат то есть клапан от давления приподнимается и излишки газа выходят вот этот клапан приподнять больше выходит то есть вот оно 1,2 бара где-то стоит и больше не двигается все излишки сбрасываются через шпунт замеряем наше молодое пиво которое уже практически выбродило вот такая получается у нас плотность 3% все уже добродило давление мы подогнали под 1,4 и оно должно при охлаждении температура охлаждаться там до 0 до минус 1 1 получится и давление будет углекислый газ больше растворяться в пиве и давление будет падать вот оно стабилизируется где-то на 1,1 1,2 это нормальная карбонизация для нашего светлого лагера пиво у нас сейчас охлаждается с 12 градусов мы его охлаждаем до 0 до минус 1 оно насыщается углекислым газом дрожжи оседают мы их с конуса сливаем удаляем все стабилизация происходит по углекислому газу осветление где-то через недельку уже в принципе пиво готово можно употреблять вот такой вот стиль брожения лагерный ну что вот и готов наш лагерок бокальчик запотел ну видно уже практически прозрачное осветленное газики выделяются такими как в шампанском тоненькими струйками закарбонизировалось отлично запах великолепный созревшего пива уже никакого диацетила такой хмелевой хмелевой и солодовый профиль такой получается все наше пиво готово три недели лагер готов к употреблению для элей у нас совсем другая методика нам при высокой температуре брожения вот эти вот селекционированные штаммы дрожжей для элей они наоборот выдают ароматику высшие спирты которые нам нравятся бананчики гвоздички фруктики конфетки всякие бельгийцы например и для этого бродятся при высоких температурах дрожжи синтезируют вот эту хорошую для нас ароматику поэтому элей бродятся при температуре от плюс 18 до плюс 25 есть там сайзаны всякие они там и 32 35 квейки тоже бродят дрожжи при повышенных температурах ну там ароматика буйственная конечно такая вот ну возьмем например пшеничное пиво самый распространенный эль бродит при температуре там 18 25 градусов при температуре 18 градусов больше гвоздичных эфиров при повышенной температуре больше банановых таких дальше уходит в какую-то жвачку баблгам еще выше получаются уже какие-то растворители больше ацетона получается поэтому выше не рекомендуется то же самое засыпается там 18 градусов дает 18 градусов плюс 18 засыпается дрожжи вырастает температура до плюс 20 например вот средним и начинает вродиться экстракт то же самое резко падает вниз огромное количество диацетила которая дрожжи потом должны тоже доесть поэтому надо дать то есть 4-5 дней первичка бурная идет и все потом дрожжи практически перестают что-то делать многие спрашивают у меня там перестало булькать гидрозатвор все вообще не булькает 4-5 дней прошло вообще не булькает все можно разливать в принципе есть разные технологии можно оставить выбродить до нуля то есть дать еще дней 5 такую же то есть первичка 5 дней и вторичка хотя бы 5 дней оно выбродит в ноль дрожжи доедят весь там ненужный диацетил и вот на вот этой вот там 10-12 дней можно уже разливать добавлять там глюкозу декстрозу там сахар и карбонизировать в бутылках можно разливать после первички можно разливать после первички и процесс дображивания будет происходить в бутылке но тут очень неоднозначно то есть факт лишь что дрожжи доели все сахара там не осталось полпроцента может процент еще недоеденный то есть и вы добавляя там 10 грамм например на литр сахара в бутылку получаете что вы получаете с недоброженным процентом получается 11 или там 12 процентов и получается перекарбон такое пиво поэтому лучше все-таки рекомендую дать выбродиться полностью первичку вторичку хотя бы там 10 дней 10-12 потом можно разливать по бутылкам добавляя уже сахар и где-то те же пять дней оно будет карбонизироваться при той же температуре при какой бродило то есть вот 20 градусов оно бродит оно стабильно бродит при 20 градусах в бутылке добродило еще пять дней то есть 15 дней получилось все можно ставить в холодильник то же самое дрожжи оседают плотненьким осадком пиво осветляется весь тот углекислый газ который накопился в бутылке он хорошо растворяется в пиве то есть фаза стабилизации то же то есть еще хотя бы там три дня должно быть в холодильнике простоять пиво и все пиво готово можно пить то есть в любом случае пять дней первичка пять дней вторичка пять дней карбонизация в бутылке 15 дней и два-три дня в холодильнике стабилизация все все пиво готово эль можно пить и радоваться кто хочет стабильное качество своего пива обязательно надо очень внимательно следить за температурой и за всеми фазами брожения то есть в любом случае пиво должно быть у него первичка активный активное брожение потом фаза дображивания вторичка когда они убирают за собой весь хлам и ненужные нам вкусовые и ароматические соединения вот и третья фаза фаза стабилизации то есть осветление убирание дрожжей и насыщение углекислым газом вот эти три фазы обязательно должны присутствовать с контролем температуры и тогда у вас будет просто замечательный стабильный всегда вкусный продукт так что всем пока всем добра и хорошего пива пока пока